Сюль это мядовый спас, эти маковей пропау на выходные у автомобильной шарси до понтонного мосту, что вядя до святыни пришлось отстоять больше за годину. Блакитная крыница — это глубокий колодец, который называют «синим». С шахты у 200 метров бьет вода. У заходящая крыница с таким моцным потоком одинная во всей Усходной Европе. Тысячи паломников проезжают поклониться святому месту. Мы каждый год приезжаем, набираем воду, и этой водой привозим своим детям, внукам. Мы из Минска приехали. Мы приехали из Рокачевского района, Сокомельской области. Соседи со мной приехали, они ездили сюда не первый раз. Каждый год приезжаем, пять лет уже. Просим здоровья, просим благополучия для всех, для всех семей. А откуда вы приехали сюда? С Шерикова. С Шерикова. Это вы коллективно приехали? Мы коллективно, да, у нас полный аутобус. Центр социального обслуживания населения для пожилых людей. После молебнуля каплицы – крестный ход в окол синего колодежа и освящение меда и лековых трав. Это святыня, древняя святыня земли Радимичей. Радимичей – одно из трех племен славянских, которые составили нашу нацию, нас, белорусов. Наш народ говорит, что к сухому колодцу или к пустому колодцу за водой не ходят. Все-таки почему люди сюда приходят? Потому что здесь чувствуется благодать, и она действительно дается каждому по вере и по его сердечному, душевному расположению. На Славгородске-Макове приехали самодельные артисты Зусой Магилёшины. И не только, а еще челяры, ромесники. Им гненно реализовали свою продукцию местовые сыровары. Все большие размеры разобраны остались вот такие вот, до 50-го размера. И то спрашивают очень много. Интересуется, и молодежь интересуется. Наша белорусская культура интересует многих. Торги очень идут неплохо, скажем так. Люди все довольны. Качество меда у нас, белорусов, хорошее. Этот праздник, он является продолжением традиции поклонения Креницы. Вот этот элемент мы продумывали, чтобы сохранить народное творчество, сохранить память, сохранить легенду о Голубой Кренице. И это паломничество превратилось по-настоящему в праздник не только религиозный и духовный, но и культурный. Удовнено место вокруг Креницы началось сакральным. Кутка археологи почнуть отшукывать капельщи Радимичу. А на днях традиции паломничества и поклонения благительной Креницы Славокородского района нададены статус нематериальной каштонности Беларуси. Татьяна Сергеевич, Александр Тарасов, Новины Регион.